Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 17 июня. Святой мученик Шалва отличался многими христианскими добродетелями за его храбрость и мужество. Святая благоверная царица Тамара Великая назначила его правителем Ахалцикской области на юге Грузии. Возглаев грузинское войско, он одержал блестящую победу над турецким султаном Накардином, благодаря чему в продолжении царствования святой Тамары Грузии сопутствовали мир и благоденствие. Царствование царицы Русудан, 1237 год, умершее. Грузия подверглась нашестью персидского шаха Джилалу Эддина. В битве с превосходившими силами противника князь Шалва был тяжело ранен и пленен. Шах Джилал Эддин окружил князя Шалву показной заботой, но спустя год, когда он оправился от ран, потребовал принять магометанство. Обещания высокой должности и всяческих почестей не смогли поколебать грузинского исповедника. Он отклонил все посулы и не устрашился тяжести пыток, а своему мучителю спокойно отвечал, «Скажу тебе словами святого Игнатия Богоносца, я не желаю никаких приобретений, кроме сохранения божественного образа, по которому я создан». Разгневанный шах приказал обнаженного исповедника влачить по земле, избивая ногами и палками. Во время истязания святой мученик радостно воскликнул, «Радуйся, Шалво! Вместе с одеждой ты совлекаешь в себя и ветхого человека, и освобождаешься от тли вечной». Полумертвого с переломанными костями святого мученика бросили в темницу, где он скончался в июне 1227 года. После этого Джилал Эддин опустошил Армению и с многочисленным войском направился в Тбилиси. Грузинские войска оказали героическое сопротивление, но из-за измены горожан персов город не смог устоять. Тбилиси был взят. Не только общественные и частные здания, но и все храмы и святилища были преданы огню и осквернению. Не оставлены были в покое даже кости умерших. Жертвы бесчеловече делали служители алтарей и весь клир церковный. Словом, Тифлис представлял теперь тот вид, какой представлял Иерусалим при разрушении его титом. Жестокий шах приказал снять купол с кафедрального Сионского собора в честь успения Божьей Матери, а вместо него поставить свой шатер, чтобы смотреть на сожжение города и мучения христиан. Пленных грузин он приказал обратить в ислам. Десять тысяч человек были пригнаны к мосту через реку Куру вблизи Шаха, вблизи Сионского собора. Пленникам предложили свободу и щедрые дары Шаха, если они отрекутся от Христа и плюнут на святые иконы, поставленные на мосту. Христиане же, подходя по очереду к святым иконам, вместо поругания воздавали им должную честь и поклонение. Тут же палачи отрубали им головы, а безглавные тела бросали в Куру. Так были казнены все десять тысяч грузинских исповедников. Можно было перейти реку с одного берега на другой по телам святых мучеников, не замочив в воде ноги. Вода в реке, смешавшись с мученической кровью, стала красной. Эта страшная казнь продолжалась весь день до позднего вечера. Ночью над мостом опустился столпообразный свет и осветил тела страдальцев Христовых. Вслед за этим произошло сильное землетрясение, во время которого палатка нечестивого Шаха рухнула с высоты Сионского собора. Память святых десяти тысяч билистских мучеников совершается грузинской православной церковью в один день с памяти святого мученика Шалвы. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok